Любая ролевая игра начинается с создания своего персонажа. Давайте реализуем меню выбора персонажа. Меню будет состоять из панели с параметрами и изображением персонажа. В панели можно выбрать имя, расу, класс, оттенок кожи персонажа, а также настроить атрибуты, силу, ловкость, здоровье и энергию. Наша панель состоит из слайдеров и элементов выбора. При этом значения параметров имеют различные типы. Можем ли мы, несмотря на это, построить панель модульно, просто объединяя несколько элементов? Поскольку параметры в панели разных типов, мы не можем использовать моноиды. Нам нужно что-то другое. Прежде чем переходить к меню выбора персонажа, давайте рассмотрим модульность на более простых примерах. Тип MaybeA может хранить 0 или одно значение типа А. Мы можем получить такое значение, например, используя функцию Lookup. Допустим, мы получили два таких значения и теперь хотим сложить их. Естественно, нас интересует сумма, только если оба слагаемых присутствуют. Операция плюс не работает с типом MaybeA, но мы можем написать свою функцию. Если оба значения присутствуют, возвращаем сумму, обернутую в Just. Иначе Nothing. Аналогичным образом мы могли бы реализовать умножение, деление и прочие операции. Но вместо этого давайте определим функцию высшего порядка ZipMaybeWith. Эта функция применяет функцию от двух аргументов к значению, если оба присутствуют. Иначе возвращает Nothing. Заметим, что тип ZipMaybeWith похож на тип fmap для Maybe. Функция fmap работает с функцией одного аргумента, а функция ZipMaybeWith с функцией двух аргументов. Если мы передадим fmap функцию двух аргументов, мы получим значение типа Maybe функции из B в C. Чтобы применить эту частично примененную функцию ко второму аргументу, нам нужна функция, принимающая два значения Maybe на вход. Первая с частично примененной функцией, а вторая с аргументом. Функция fmap здесь бессильна, а вот ZipMaybeWith мы можем использовать, передав ей операцию применения функции. Для операции применения функции существует явный символ – доллар. Хорошо. Можем ли мы скомбинировать три значения Maybe? Если мы частично применим функцию ZipMaybeWith f к первым двум значениям, мы получим значения типа Maybe из C в D. Эта ситуация напоминает ту, что у нас была с fmap. И тут мы можем использовать ZipMaybeWith еще раз, применив функцию к последнему аргументу. Аналогичным образом, применяя ZipMaybeWith нужное число раз, мы можем скомбинировать любое количество значений типа Maybe. При этом каждый раз нам приходится использовать ее для аргументов вида Maybe функция и Maybe A. Давайте реализуем функцию, комбинирующую Maybe функцию и Maybe значение. Функция UpMaybe применяет функцию к аргументу, если оба присутствуют, иначе возвращает Nothing. Используя fmap и UpMaybe, мы можем скомбинировать произвольное число Maybe значений. Такие функции, как LookUp, используют Nothing в качестве сигнала об ошибке. Если у нас в программе много вычислений, которые могут завершиться неуспешно, мы можем объединить их при помощи fmap и UpMaybe. Но в таком случае мы потеряем информацию о том, что пошло не так в случае Nothing. Например, если мы вычисляем выражения с переменными, и для какой-то переменной не определено значение, Nothing не сможет указать нам неизвестную переменную. Чтобы получить больше информации, используем EitherString. Строка в конструкторе Left может сообщить нам, например, имени известной переменной. Мы можем объединить несколько значений Either, определив функцию AppEither. Как и в случае Maybe, мы можем применить функцию к аргументу, только если оба присутствуют. Иначе мы возвращаем первую ошибку. Используя fmap и appEither, мы можем скомбинировать несколько значений, которые могут завершиться неуспешно. AppMaybe и appEither позволяют применить функцию к аргументу, проводя необходимые сопоставления автоматически. Другими словами, эти функции производят автоматическую обработку неуспешных вычислений. Таким образом, обработка Maybe и Either становится побочным эффектом, не требуя от программиста производить сопоставление вручную. Рассмотрим другой тип эффектов. Поскольку в Haskell функции чистые, случайные значения могут быть получены только при помощи чистых генераторов псевдослучайных чисел. Мы можем определить такой генератор самостоятельно, используя просто тип int. Чтобы получить случайное число типа int, используя наш генератор, мы просто вернем его как есть. Чтобы получить следующее значение генератора, воспользуемся линейным конкурентным методом, который представлен простой формулой. Давайте теперь определим случайный бросок кубика. Бросок кубика – это функция, принимающая на вход генератор и возвращающая случайное число от 1 до 6. Давайте бросим кубик трижды. Определим функцию 3Dice. Поскольку мы используем тот же генератор, эта функция вернет три одинаковых значения. Ведь функции у нас чистые. Давайте модифицируем функцию броска кубика, чтобы она возвращала новое значение генератора, кроме значения кубика. Теперь мы можем использовать результат предыдущего броска кубика, чтобы получить новое случайное значение. Реализуем функцию 3Dice, возвращающую список из трех случайных бросков кубика. Эта функция будет принимать на вход генератор и возвращать пару список значений кубиков и новое значение генератора для дальнейших вычислений. Для того, чтобы бросить очередной кубик, нам нужно получить генератор, полученный от предыдущего броска. Заметим, что Dice и 3Dice имеют схожий тип. Они обе принимают генератор на вход и возвращают новое значение генератора на выходе. Мы можем таким же образом объединить функции генерации случайного числа и следующего генератора. Переопределим Dice при помощи новой функции RAND. Поскольку все функции, работающие с генератором, будут принимать его на вход и возвращать на выходе, определим тип обертку RAND. Тип RAND A теперь представляет случайное значение типа A. Чтобы получить такое значение, мы можем раскрыть обертку и передать генератор на вход. Мы можем переписать функцию RAND в значение типа RAND INT – случайное число. Заметим, что RAND – функтор. Действительно, мы можем применить чистую функцию к случайному значению, чтобы получить новое случайное значение. Поскольку функция чистая, нам не нужно создавать новый генератор. Новое значение будет обернутой функцией, которая принимает на вход генератор, вычисляет по нему случайное значение типа A, а затем применяет чистую функцию F. Таким образом, FMAP применяет чистую функцию к случайному значению. Определим случайный бросок кубика, используя FMAP. Все, что нам нужно, это получить остаток от деления случайного числа на 6 и прибавить единицу. Отлично! Теперь, чтобы реализовать 3Dice, нам необходимо скомбинировать 3 случайных значения. Если передать FMAP функцию от трех аргументов, мы получим случайную, частично примененную функцию. Попробуем определить функцию APRAND, применяющую случайную функцию к случайному аргументу. Поскольку и функции, и аргумент случайны, нам нужно использовать разные генераторы. Определим результат как обернутую в RAND функцию. Эта функция принимает на вход генератор, вычисляет по нему случайную функцию и новый генератор. Затем использует новый генератор, чтобы получить случайный аргумент для функции и применяет ее. Используя FMAP и APRAND, мы можем определить функцию 3Dice. Заметим, что мы перенесли всю работу с генератором случайных чисел в функции RAND, FMAP и APRAND. Значения DICE и 3DICE не используют явно внутреннее представление RAND. Для них случайная генерация — это побочный эффект. В качестве упражнения реализуйте функцию MOVES, определяющую случайный бросок для входа в нардах. Используя функции DICE, FMAP и APRAND. В нардах бросают 2 кубика, но если выпал дубль, то есть 2 одинаковых значения, кубики удваиваются. Например, если выпало 2 тройки, ход игрока будет состоять из 4 перемещений по 3 позиции. При обработке неуспешных вычислений и работе с генератором псевдослучайных чисел, мы столкнулись с необходимостью комбинировать значения с разными типами значений, но общим типом эффектов. Тип эффектов в каждом случае задавался конструктором типов с одним параметром — maybe, either e или RAND. И каждый раз комбинация значений была в некотором роде расширением функции FMAP. Тогда как FMAP может только применять чистые функции к значениям с эффектами, APMAYBE, APEITHER и APRAND добавляли возможность работы с функциями нескольких аргументов. Функторы расширенной такой операцией комбинации называются аппликативными. Аппликативные функторы представлены в Haskell классом типов Аппликатив. Аппликатив является подклассом функтор, то есть любой аппликативный функтор должен быть функтором. У этого класса два метода. Операция стрелочка-звездочка-стрелочка, произносится app, применяет обернутую функцию к обернутому значению. Функция pure оборачивает значения, не применяя никаких эффектов. Рассмотрим, например, реализацию экземпляра класса Аппликатив для maybe. Тип методов для maybe принимает такой вид. Операция app применяет функцию к аргументу, если оба присутствуют. Pure оборачивает значения в just. Для either-e реализация аналогична. Тип методов мы получаем, заменив f на either-e. Операция app применяет функцию к аргументу, только если оба присутствуют. А pure оборачивает значения в write. В случае either это единственная возможная реализация pure. Для rent реализация экземпляра класса типов Аппликатив также проста. Операция app применяет случайную функцию к случайному аргументу. Реализация повторяет функцию app-rent, которую мы реализовали ранее. Pure x это случайное значение без эффектов. Иными словами, постоянное, которое не использует генератор случайных чисел. В качестве упражнения реализуйте экземпляр Аппликатив для конструктора типов Error. В отличие от either, Error накапливает ошибки со всех вычислений, возвращая список сообщений об ошибках. Реализуйте функцию eval, вычисляющую значения выражения с переменными, и использующую Error для отслеживания ошибок. Используя класс типов Аппликатив, мы можем легко менять представление эффектов. Например, мы можем легко заменить maybe на eitherString в программе, которая не использует явное сопоставление с образцом. Кроме того, мы можем реализовать полезные функции сразу для ряда эффектов. Например, определим функцию sequenceA, принимающую на вход список значений с эффектами, и объединяющую эффекты для всех значений. Если список пуст, мы можем использовать функцию pure. Если же список не пуст, мы можем взять первый элемент, рекурсивно объединить эффекты для хвоста списка, а затем объединить результаты при помощи операции конструкции списка. Поскольку оба аргумента у этой операции с эффектами, используем fmap и app вместо обычной операции применения функции. Мы можем использовать sequenceA для определения функции 3Dice. Поскольку при комбинации эффектов fmap и app удобно использовать в infixной форме, для fmap есть удобный синоним – доллар в угловых скобках. Теперь, чтобы применить функцию к нескольким аргументам с эффектами, мы можем просто заменить обычную операцию применения функции на fmap и app. Реализация экземпляров класса Аппликатив должны удовлетворять следующим законам. Первый закон дает нам связь между fmap, pure и app. По сути, мы можем разбить применение функции к значению с эффектом на два шага – обернуть функцию, не применяя никаких эффектов, а затем использовать app для применения результата к аргументу. Остальные законы следят за тем, чтобы pure действительно не применял никаких эффектов, а app должным образом комбинировал эффекты. Последний закон, по сути, представляет свойства ассоциативности для эффектов. Рассмотрим еще несколько аппликативных функторов. Что если в качестве эффекта мы хотим, чтобы наши функции писали сообщение в log? Мы можем смоделировать log, используя в качестве результата функции пару – значение и строка лога. Например, мы можем определить значения x и y, представляющие два числа с логами x и y. Чтобы сложить два таких числа, мы можем определить тип logA для значения с логом и определить экземпляр класса Аппликатив. При комбинации двух значений их логи просто конкатинируются. Отсутствие эффектов в этом случае – пустой лог. Теперь мы можем сложить x и y, используя fmap и app. Мы можем также присвоить лог каждой операции. Мы можем даже определить экземпляр класса num для logA, используя аппликативный функтор. Теперь записывать выражение можно в привычном для нас виде, а на выходе мы получим результат и обратную польскую нотацию для нашего выражения. В общем случае, лог не обязан быть строкой. Достаточно, чтобы логи можно было склеить и существовал пустой лог. Другими словами, любой маноид подойдет. Мы можем определить экземпляр Аппликатив для любого кортежа, содержащего маноид. Действительно, создание кортежа – это применение конструктора типов к двум типам параметрам. Мы можем зафиксировать первый параметр и определить экземпляры класса функтор и Аппликатив. Второе значение кортежа – это чистое значение, с которым мы обычно работаем. А первое – обобщенный лог. fmap будет просто применять функцию ко второму значению в кортеже. pure будет создавать пару с пустым логом – mempty. Апп будет конкатинировать логи при помощи MapBand. Иногда значение в программе зависит от внешних параметров. Например, от размера экрана, каких-то параметров моделирования или конфигурационного файла. Мы можем определить значение x, представляющее переменную с именем x. Пускай значение этой переменной зависит от таблицы значений переменных. По сути, x – это функция поиска значения в таблице. Аналогичным образом мы можем определить другие переменные. Чтобы сложить две такие переменные, мы должны взять таблицу значений, найти в ней каждую переменную и сложить полученные значения. Работа с таблицей значений – это эффект, для которого мы можем определить аппликативный функтор. Работа с таблицей — это по сути любая функция, принимающая на вход таблицу. Стрелочка, определяющая функцию, — это тоже конструктор типов с двумя параметрами. Зафиксируем первый тип параметра и попробуем определить экземпляры функтор и аппликатив. fmap применяет функцию f к результату функции g. Другими словами, fmap — это композиция функций. fmap комбинирует две функции с общим параметром. Результат — это функция, которая принимает параметры на вход, вычисляет каждое из двух значений и применяет функцию к аргументу. pure будет просто игнорировать параметр. Вернемся к созданию своего персонажа. Мы можем построить панель с настройками персонажа модульно, определив конструктор типов panel. Тип panel a представляет панель с настройками объекта типа a. В нашем случае наша панель будет иметь тип panel character. Каждая панель состоит из набора элементов полей и функции представления, вычисляющей значения типа a по значениям полей. На случай, если какое-то поле заполнено неверно, мы оборачиваем значения типа a в maybe. Мы можем составлять панели из панелей поменьше, помещая одну под другой. Определим экземпляр класса аппликатив для panel. Операция app объединяет списки полей и комбинирует функции представления. Если хотя бы одна функция вернула nothing, мы не можем скомбинировать значения и возвращаем nothing. Функция pure создает пустую панель, в которой функция представления возвращает заданную константу, обернутую в just. Для каждого типа поля определим функцию, строящую панель из одного поля этого типа. Для слайдера определим функцию slider, а для элемента выбора функцию selector. Мы можем построить произвольные панели, используя эти базовые поля и интерфейс аппликативного функтора. В частности, рассмотрим упрощенную модель персонажа. Персонаж представлен типом character с одним конструктором значений character и тремя полями – расой, здоровьем и энергией. Для каждого свойства персонажа мы можем определить поле ввода, используя функции slider или selector. Чтобы объединить значения этих полей, мы можем использовать конструктор значений character. Чтобы при этом поля объединились в единую панель, используем интерфейс аппликативного функтора. Чтобы завершить проект, нам нужно добавить поля ввода для оставшихся свойств персонажа. Для этого используйте интерфейс аппликативного функтора и функции slider и selector. Проект с меню выбора персонажа находится в описании под видео. Успехов! Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует...